Какой, по вашему мнению, должна быть мойка самообслуживания, автомойка? Ну, я думаю, что должны быть теплые боксы, хорошая химия, удобство для загона машины. У нас мойки в основном открытого типа и довольно некомфортно, холодно на мойке. Чтобы были теплые боксы, качественная химия и быстро и недорого. Хотя бы закрытая должна быть чуть-чуть, чтобы ветер не был большой. Пена хорошая быть должна и водичка без разводов. Круглосуточная автомойка 24 часа открылась на морской 130А. И, как утверждает ее руководство, она соответствует всем требованиям автомобилистов. А для того, чтобы в этом убедиться, мне придется сейчас здесь помыть свой автомобиль. У нас очень удобные, компактные ворота с кнопки. Современные, скажем так. Светлые боксы, удобный пульт управления со всеми обозначениями. Вам не придется там время какое-то засекать, все уже настроено. Химия сработает именно в то время, которое настроено непосредственно шкафом и дозаторами. Современные пистолеты. Давление очень приличное. Не нужно вам выдумывать ничего. Уже стоят очень хорошие оборудования. Но все, оно спрятано, конечно. Преимущество теплого бокса заключается в том, что помимо использования химии премиум класса, скажем, специально сделанной для непосредственно роботов-дозаторов, для моих машин, преимущество теплого бокса это для того, чтобы химия эта вся сработала. С помощью температурного режима, вы все знаете, так же, как и порошок стиральный, срабатывает не менее чем 40 градусов. Тогда стирка проходит хорошо, компактно и выстирывает наши вещи. А так же и химия для автомобильной, она действительно срабатывает в теплом помещении, в теплой воде, разбавляется она непосредственно у нас в обратном осмосе с подогреваемой интернами водой. Срабатывание происходит непосредственно в теплом боксе. Итак, давайте подытожим. Для того, чтобы помыть свой автомобиль в теплых, уютных боксах, качественной автохимии, мне понадобилось всего лишь 200 рублей и 15 минут времени. На мой взгляд, эта автомойка действительно отвечает всем требованиям даже самых привередливых водителей. Продолжение следует...